Мы не хотим такой жизни, как в Беларуси. Вот лично я для себя и для своих детей я бы не хотела. Потому что я считаю, что у вас все-таки очень притесняет свобода выявления. Ключеваю белорусам с вашим президентом и обстановка, как у вас там есть, с тем, что вы сильно заложите от России. Ну, шкода вас. Я думаю, что там набагато скромнейше. И, возможно, люди не так бачать свит, как у нас бачать свит. Понимаете? Какой-то так больше по-радянскому, по-минулому. Вот такая моя думка. В Беларуси не был. Но я думаю, что там тоже нет демократии, нет свободы слова. Я думаю, что ваш народ все же так и сберется и скажет вашему президенту, что так дальше не можно жить. Цего вашего президента, треба его тоже геть, чтобы он свой клан тоже не устроил, я думаю. Економическая ситуация хорошая, потому что работает производство, а как президент он является диктатором, звичайно. Ему надо было не с Путиным подружиться, а хотя бы с тем же Кучмой создать юнион, союз создать и перекрыть трубу, чтобы Россия оплатила за транзит и имели бы с этого, так сказать, больше пользы вместе. Мы могли бы диктовать Путину. Беларусь прекрасна. У вас прекрасный народ, прекрасный президент. Я считаю, что, вы понимаете, свобода для людей не всегда хороша. Очень хорошие люди. Это очень мирные люди, отзывчивые. И мне очень жаль, что там такие случились события, что все-таки волю народную ее все еще давят. Я за них болею. Я бы не хотела там жить, потому что мне кажется, что люди там, они не могут выйти на Майдан, на акцию протеста, так как у нас. Поэтому я думаю, что там нет свободы. К нам, на самом деле, не столько много, наверное, доходит информации честной, правильной, из белорусских источников. Но мы всегда с вами, мы за вас. И мы всех вас приглашаем сюда, к нам на вот такие вот тренинги, которые мы устраиваем сейчас на Майдане. Поїдем в Беларусь и поможем им. Люди, поїдем в Беларусь. Поїдем. Давайте так сделаем. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Они приехали нам допомогти. А вы стоите. Живе Беларусь!